Друзья, всем привет! Давненько не было видео, зима, что там проблемно было записывать это все дело. И сейчас хочу вам показать видео, как я к сезону подготавливал автомобиль в плане колесных дисков. У меня там стояли 14-е, смотрелись они как-то убогенько на Лачете, так как там арки большие и туда просится минимум 15-ая резина и диски. Поэтому я купил 15-е колеса с красивым, как на мой вкус, рисунком, но решил их покрасить в два цвета, дабы добавить визуального объема. Поэтому сегодня технологию и самые этапы подготовки покраски вам покажу. Саму покраску не показывал, так как это и так понятно, в принципе, баллончиком задуть это много ума не надо. Просто нужно задувать аккуратно, легкими слоями, сильно не заливать, дабы не было потеков. И обязательно нужно обезжиривать и выдерживать температуру, указанную на баллончику. В моем случае это не менее плюс 15 градусов, поэтому нужно красить при этой температуре, дать высохнуть слоям. Ну, все по инструкции, как на баллончику. Посмотрю, как долго будет держаться краска. Я еще залил 5 слоев лака тонких сверху, дабы лучше краска держалась. Ну, в общем, друзья, подписываемся на канал. Приятного просмотра. Всем пока. Значит, смотрите, друзья, вот есть диск. Для его первичной обработки нам понадобится вот такая вот назначенная бумага 400. Ну, это 1500, это уже в конце там с водичкой можно замыть, чтобы вообще идеал был. Так, смотрите, вот необработанный диск. Там немножко грязноватый, это такое дело. А вот я уже первично обработал. Думаю, видно замокированная такая поверхность. Все почухал во всех местах. То есть, этот сосок потом будет убираться. Его, в принципе, нужно после каждой замены перехода с зимы на лето. С лета на зиму его надо менять, потому что они потом тут вот трескаются. Вот видите, что с ним происходит за один сезон. Так, но не об этом сейчас. Так, смотрите, если вы хотите классно покрасить диски самим, их надо классно подготовить. Иначе это будут просто выкинутые деньги, время и силы. Если вы их хорошо не подготовите, сам диск не обработайте. Правильно не нанесете сразу грунт, дабы забить мелкие неровности. Там, если вы уж не сильно их там прям вычухаете. То есть, ну, нужно грунтовать в любом случае. Тогда будет идеально ровная поверхность при краске. Но сам диск все равно нужно подготовить хорошенько. Особенно такой формы, когда диск здесь, видите, какие ложбинки. Тут надо засовывать наждачку. Это очень долго. На один диск уходит минимум 20 минут. Так что, если вы не настроены на длительные такие работы, лучше не начинайте. Иначе, если вы плохо подготовите диск, он будет потом, краска от него отлучиваться. И будет напрасно в каким-то день и время потраченное. И все остальное. Значит, смотрите, вот, видите, этот не обработанный, а этот обработанный. Видно уже, он практически готов к покраске грунтов, к нанесению грунта. Так, все. Сейчас будем готовиться к трубому. Смотрите, вот я уже начал финальную стадию замывать. Берем просто вшипалку, вшипали. Берем полуторатысячную наждачечку. И смотрите, как оно его полностью снимает. Все лишнее. В этих местах нужно особо аккуратно. Потом, когда вы его все проходите, поверхность, поверьте мне на слово, становится прямо идеально гладенькой. Смотрите. Думаю, камера передает. Вот после этого диск полностью готов уже к нанесению грунта и дальнейшей покраске и вскрытием лака. Об этом я сейчас на примере этого диска вам показал. Остальные сейчас я все зачухаю, за мою, подготовлю к покраске, к нанесению грунта и покажу вам дальше, что будет происходить. Так вот, диск уже загрунтованный. Ну, они все погрунтованы. На примере одного показываю дальше. Берем самую меленькую наждачечку. После того, как высохла грунтовка, проходим все опять снова по кругу. Так как вот на грунте я брал такой грунт. Вот здесь написано, где у нас русский, ага, вот, что нужно подождать, во-первых, для полного высыхания. Ну, можно наносить через два часа, в принципе, шелакокрасочное покрытие. Но перед тем, как наносить, его нужно обработать наждачечкой. Ну, это делается для того, чтобы лучше краска пристала к нему. Так, ну, сейчас я обработаю, а потом уже буду красить, покажу. Смотрите, ребята, ну, как красил, не показывал, просто баллончиком задул, да и все. Взял вот такой скотч тоненький. Буду красить два цвета, вот эти места и вот эти будут все черного цвета. Сейчас я залепил этим скотчем тоненьким. Сейчас обычным малярным все вот это закрою, чтобы красиво было. И буду задувать черной краской, а потом уже лаком покажу конечный результат. Вот этот, кстати, скотч тоненький для аэрографии на стен. Он стоит в пять раз дороже, чем обычный малярный. Не знаю почему, хотя так он по ощущениям такой же самый. Значит, смотрите, ребята, вот как получилось в два цвета. Здесь закроется колпачок тех черных, ничего видно не будет. Ну, прикольненько, как по мне. Вот так все я их сейчас сделал. Сейчас осталось, вот взял лак, обычно универсальный. И сейчас залью лаком. Хочу перестраховаться, залью слоев пять, наверное, на каждый диск. Взял два баллончика. И потом покажу, как оно будет все смотреться на автомобиле. Вот так машинка выглядит на старых дисках. Сейчас будет новенький. А вот теперь, ребята, смотрите, как смотрится. Субтитры сделал DimaTorzok